Вот такого я еще не видел баланса. Это просто смешно. Я думаю, такого баланса вы еще не встречали в игре. Сейчас вражеский эсминец покормит нас торпедами. Мы угадали с направлением главного удара, и один эсминец вышел прямо на меня. Как вы видите, товарищ перед нами на эсминце. Парень очень неплохо крутится, маневрирует, то есть пытается выжить всеми силами. Здесь нам ничего не остается, как только идти искать эсминец. Наша команда получила преимущество. Еще попадание. И вот здесь я немножко, на мой взгляд, вступил. Ваши главного калибра выведены из строя. Вот такой вот интересный получается бой. От торпеды можно было, конечно, уклониться, но, тем не менее, сидящий в дымах эсминец надо оттуда выкуривать. Ходить вокруг дымов это не вариант, поэтому нужно смело заходить в дым. А вот и товарищ. И на этом все. Скорострельный дымойн забрал у нас второй эсминец. Очень забавный бой. Результат, скорее всего, его был известен заранее. Две восьмерки против двух десяток. Это не баланс. Видите, эсминцы противника вообще ничего не смогли сделать. Вот такой результат боя. Очень смешной бой. Короткий. Ода новому балансу. Несмотря на то, что эсминцы попали в очень тяжелую для себя ситуацию, я считаю, что им не нужно было разделяться и стараться действовать вдвоем, с двух сторон, пытаясь зайти на каждый крейсер в отдельности. Логично было предположить, что мы разделимся и пойдем на захват разных точек, учитывая, что у нас корабли гораздо выше по уровню. Эсминцы могли попытаться с двух сторон торпедными супчиками забить по одному крейсеру. Не знаю, получилось бы это у них или нет, все-таки ЗАО не очень маневренный корабль, но, тем не менее, такая тактика могла иметь место. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал под веселым Роджером. До свидания, дорогие друзья. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»